Вы знаете, я очень часто слушаю многих людей по интернету дебаты, споры. Интересно, что, особенно сейчас, большие дебаты идут о том, Рождество — это библейский праздник или не библейский, языческий или же это просто надуманная история о Рождестве Христовом. Я знаю и понимаю, что сегодня этот вопрос очень актуален, наверное, и очень остр в рассуждении. Я не занимаю ни ту, ни другую сторону. Я хочу быть человеком Писания. Я хочу верить вот в эту Библию в полноте, то, что здесь написано. И то, что там написано, оно для меня является истиной. Я могу представить, что здесь, может, есть какие-то неточности или же искаженные после перевода фразы. Но не в этом суть. Хочу сказать, что Рождество или рождение Мессии, оно явное. Оно было. И это подтверждает, наверное, событие, сам календарь. Мы говорим «до нашей эры» или «нашей эры». И этот отсчет, который дан в календаре, наверное, и делает это рождение явным. Плюс-минус четыре года по календарям, это, может быть, поправки такие. Но я хочу сказать, что он родился. Родился. И даже сегодня в еврейских кругах не оспаривают о том, что Иешуа был. Что некий арабий из Назарета по имени Иешуа, все-таки он был в земле Израиля, и что он был довольно богобоязненным, хороший учитель. Ссылочка только идёт на то, что уже Рав Шауль или Павел, который создал некую общину, христианскую общину. Но не в этом суть. Если мы уже признали о том, что Иешуа родился, но об этом фактически все исторические события, происшедшие в Израиле, места, куда людей везут на паломничество, говорят о том, что фактически эта личность была. Личность Всевышнего, которая одета была в плоть. И мы это знаем из послания Иоанна, который говорит о том, что Иешуа пришёл как свет. Но я хочу начать смотреть Яху. С Матфея. Ордословие Иешуа Мессии, сына Давидова, сына Авраамова. Как интересна эта фраза. Сын Давида и сын Авраама. То, о чём всегда говорят евреи, что Машиях бен Давид, Машиях сын Давида, тот освободитель, тот царственное преемство, которое должно было быть на Мессии, отражается в первых стихах Евангелия от Матфея. А также говорит об Аврааме, как о человеке веры. Он поверил Богу, то, что его наследие будет многочисленное, и через него будет благословение всем людям. Вот это как раз интересно, что Иешуа сегодня стал благословением многим и многим народам, многим-многим поколениям. Те, кто верили, что Иешуа является Мессией, стали благословены. И вот во 17 стих Евангелия от Матфея говорит, «Рождество Иешуа Мессии было так, по обручению матери его, Мирием, с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет подшревие от Духа Святого». Многие скажут мне «ребе» или евреи, которые довольно прагматичны, скажут, «Разве такое может быть? Разве такое может быть, что мужчина, не познав женщину, и она может родить от Духа Святого?» Ну, это нонсенс. Задам простой вопрос. Вы верите, что Бог создал Вселенную своим словом? Одним всего лишь словом Бог создал весь мир, который виден, который мы видим, который мы ощущаем. Даже тот мир, который мы не видим, но мы понимаем, что он есть. Такой мир, как микроскопических вещей, атомов, мы их не видим, но он существует. Бог своим словом все сотворил. И если вы, евреи, верите в то, что Бог, Elohim, он сделал это своим словом, тогда что стоит Богу всемогущему, который сотворил этот мир? Сказать слово, и Дева, Алма, которая поверит этому слову, сможет зачать. Богу нет ничего невозможного. И это случилось. Я верю, что как Бог сотворил весь мир одним словом, этим же словом он поговорил мирем, которая приняла это слово благодати, и она зачала. Это слово. И слово родилось в этот мир, полная благодать для нас, для того, чтобы спасти нас. И я понимаю, что многие могут делать дебаты, может быть, даже на этот комментарий, но хочу вас уверить, зная Бога, если вы познали Его и понимаете Его сущность, Богу нет ничего невозможного. Так же и для вас. поверить, может быть, и сложно, но посмотрите на все вокруг. Посмотрите на все данные, которые происходят вокруг нас. Весь мир, который сотворен Богом, вы поймете, что человечеству нужна была идея спасения. И Бог ее явил через Своего Сына, через Дух Святой, через Писание, и Он родился для нас. И в эти праздники, которые грядут буквально вот скоро, я предлагаю вам рассуждение над Писанием. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И что говорит? Изучайте Слово. Вот смотрите в Него. А это Слово говорит обо мне. И если вы уверите, что это Слово от Бога, и там есть предложение для вас, знайте, что все эти даяния, все предсказания, все благословения, которые Бог приготовил для вас, заключены в простом понимании. Иешуа является Мессией. Иисус из Анзарета стал Мессией для всех, Господином всего. Пускай Бог благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok